Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте выигрыша, даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Сегодня у меня никакой не концерт, а сегодня у меня лекция. Это дело для меня довольно новое, я не знаю, как это делается, но хотя вот уже несколько раз я эти самые лекции читал. Но это, в общем-то, лекции относительные, потому что обычно лекторы делают так, они что-то рассказывают и показывают всякие диапозитивы, диаграммы, таблицы для примеров. У меня этого ничего нет, поэтому я вам буду показывать песни, стихи и музыку вместо всего этого. Так что у нас получится такая лекция с примерами. Когда я работаю перед вами, ничего же нет у меня, только вот гитара, то, что я умею, ну и вы, зрительный зал. Поэтому, значит, хорошо, чтобы была такая атмосфера беседы застольной. Не обязательно с водкой, но, в общем, чтобы был какой-то нормальный разговор. Но, к сожалению, разговаривать буду я один, потому что я прекрасно понимаю, что вам интереснее все-таки больше послушать, побольше услышать песен. Тема лекции сегодняшней моей называется «Поэзия и музыка в театре и кино». Я работаю в Московском театре на Таганке. Театр этот существует 12 лет. Когда я туда пришел, в этом театре был поставлен спектакль под названием «Добрый человек из Сизуана». «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Брехта. И вот с самого же первого спектакля было заявлено, вот этим спектаклем, что театр будет много заниматься музыкой, стихами и песней, естественно. Бертоль Брехт, кроме прозаического текста пьесы, написал еще несколько так называемых зонгов. Зонги – это не обязательно песни, это стихи, которые могут исполняться под музыку. Два актера нашего театра, Хмельницкий и Васильев, два таких бородатых человека, один из них играет на аккордеоне, другой на гитаре. Они были композиторами вот этого спектакля и написали музыку к этим самым зонгам, которые в течение всего спектакля прорезают все действие пьесы. Наш театр-то он условный, там нет у нас особых декораций, не рисуют задников, там небо или лес. Потому что вообще это глупо – рисовать, малевать сзади неба или рисовать лес, когда вы все прекрасно понимаете, что все равно это намалевано, а настоящее – это лучшее. Вот у нас, например, в этом спектакле «Добрый человек» из Сизуана нет никаких декораций. Есть глухая стена дома сзади, два тротуара положены, ставятся такие планочки, на которых написано вроде дверей. Написано там «Дешевый ресторан», «Лавка номер пять». Зритель очень охотно включается в эти правила игры, а роль декорации, это на мой вкус, мне так кажется, исполняет музыка. Музыка сопровождает все время действия этой пьесы. И не только для того, чтобы, предположим, кончается какая-то сцена, чтобы из нее резюме, вдруг там завершить и сказать, вот в чем тут дело, как мораль в басне. Не только так. Вообще песня, когда она вставляется в спектакль как отдельный номер, просто для украшательства. Вот взяли, сидели вы, слушали, слушали, а потом вот давайте мы вам песню споем, чтобы вас развлечь. Это тогда получается оперета, потому что говорят люди прозой нормально, как в жизни разговаривают, а потом вдруг, как черт из бутылки, кто-то взял и запел. Почему, непонятно. Вот в этом спектакле, мне кажется, это был один из немногих удачных опытов в тот период, когда песня была просто прямой необходимостью. Песня персонажная. Скажем, каждый персонаж имеет свою основную центральную песню. Когда наступает момент самого высокого нервного напряжения у актера или там у персонажа, которого он играет, когда он доведен до отчаяния, до самого высокого предела, когда уже невозможно кричать и не хватает слов, тогда на помощь приходит песня, музыка, можно затанцевать. Ну, скажем, я в этом спектакле играю роль безработного летчика. В самом начале этого спектакля этот самый летчик пытается повеситься, потому что у него нету перспектив дальше работать. Ну, это дело происходит не у нас, это у них дело происходит. Там, значит, летчики вешаются, и он должен дать взятки, какие-то взятки, там, начальнику ангара, чтобы его взяли на работу. Ну, и встречается ему девушка, которая обещает ему достать денег, и у них надежда у двоих, что они будут вместе жить, что он снова будет летать, и вдруг к конце второго акта все это дело расстраивается, и он выгоняет со свадьбы гостей в полном иступлении и кричит, что вы все-все получите в день святого никогда. И когда уже просто срывается голос и невозможно кричать, я пою песню. Мне подыгрывают, значит, наши два композитора на гитаре и на аккордеоне песни. Это называется «День святого никогда». В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло, и хозяины по трак все вместе шествуют в кабак. В день святого никогда тощий пьет у жирного в гостях. Речка своей водой катит вспять, все про добры, про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает. В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. В этот день ты будешь генерал, ха-ха! Ну, а я бы в этот день летал. В анкуладе все с рукой, ты же обретешь покой. В день святого никогда, женщина, ты обретешь покой. Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать. Да, дать людям тяжкого труда. День святого никогда, день святого никогда, день, когда мы будем отдыхать. И не только так песни использованы в этом спектакле. Например, каждый персонаж имеет свою музыкальную тему. До такой степени, что вы запоминаете, что как только начинает звучать определенная музыка, выходит какой-то человек. Скажем, один актер, исполняющий роль цирюльника, для него написана такая шутливая, очень такая резвая музыкальная тема, и он под нее не просто ходит, а даже подтанцовывает. Многие пантомимы исполняются под музыку. И есть так называемый, вот это совсем новый прием. Обратите на него внимание, потому что я дальше буду об этом много рассказывать. Я сам писал точно такие же песни. Это когда два вот этих композитора, наши актеры Хмельницкий и Васильев, выходят просто на зрительный зал, и от имени театра поют зонги. Совсем выходя из действия, совсем не участвуя в этой пьесе. Это песни-зонги философские, они могут исполняться отдельно от спектакля, а в этом спектакле поются прекрасные песни Бертольда Брехта. Вы все знаете, что в середине 60-х годов была невероятная тяга и интерес к поэзии, к новой поэзии. Тогда на свободной волне вдруг всплыли Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Куджава, прекрасные наши поэты, которые до сих пор в первом ряду. И тогда это было просто невероятно, потому что, когда объявляли, что будут эти поэты выступать или какой-то диспут, то в Лужники невозможно было достать билеты, где десятки тысяч людей. Стояли километровые очереди около Политехнического музея, чтобы просто послушать чистую поэзию. Никакие не концерты, а просто стихи. Такой невероятный интерес к поэзии, это только в России. В других странах этого не существует. Это традиционно, это пошло еще со времен Пушкина. Мне кажется, что это потому, что с именами поэтов связаны не только прекрасные их стихи, а еще их деятельность, что ли, если так можно сказать. Вообще они были очень приличными людьми и достойными гражданами. Всегда. И сейчас тоже. И вот позавчера было выступление после съезда писателей Ахмадулиной, Вознесенского, Акуджавы и Евтушенко в Зеленом театре в Москве, где три тысячи человек, только конной милиции не было, так много было людей. А тогда это было особенно. И вот наш театр не мог, конечно, пройти мимо этого явления, и мы пригласили Андрея Вознесенского, чтобы поставить спектакль. «Антимиры». Спектакль этот мы хотели сыграть только один раз в «Фонд мира». Играли так. Сначала мы читали, пели, мы написали музыку сами к его стихам, стихи Вознесенского, а потом сам выходил поэт и тоже читал свои стихи. Он имел больше успех, чем мы, потому что он был уже знаменитый, а мы только начинали. И мы думали, ну, сыграем и все, один раз в «Фонд мира». И мы стали получать такое количество писем от зрителя, и мы стали продолжать играть спектакль «Антимиры». Это было возрождение поэтического театра. Теперь в Москве много театров, которые делают поэтические спектакли и работают с поэтами. Тогда мы были первыми. Ну, а потом случилось так, что Вознесенский, он человек свободный, член Союза писателей, у него своя жизнь. Он часто ездит в творческие командировки, то на периферию, то в Нью-Йорк. Вот. И с ним сложно. Поэтому мы стали играть этот спектакль отдельно. Играем мы его такой футбольной командой, выходим в черных свитрах, одинаково одетые с гитарами, потому что этим музыкальным инструментом многие из нас владеют. Даже шуточная эмблема театра — это гитара. И мы под гитарой и рояль исполняем стихи Вознесенского, иногда просто читаем их без музыки, иногда поем его тексты. Этот спектакль мы сыграли уже 800 раз. Ну, как вы понимаете, даже произнося замечательные тексты, и даже если ты сам на них написал свою музыку, все-таки 800 раз произносить это можно с ума сойти. Поэтому автор, благо, жив, и мы все время обновляем. И вот, значит, не так давно Вознесенский принес мне новые стихи, которые он попросил включить вместо старых в этот спектакль. Я написал на них даже не музыку, «Ритм». И стихи эти называются «Пошли мне, Господь Второго» или «Песня Акина». Многие думают, что это моя песня. Это не так просто. Это написано от имени поэта, человека, который занимается поэзией, стихами. Послушайте эту песню. Пошли мне, Господь Второго, Пошли мне, Господь Второго, Чтоб не был так одинок, Чтоб было с кем позоваться, Аукаться через степь. Для сердца, не для ваций, На два голоса спеть, Чтоб кто-нибудь меня понял нечасто, Ну, хоть разок Из раненых губ моих поднял Зарапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, Забыв, что мы сила вдвоем, Меня, побледняв от соперничества, Прирежет за общим столом, Прости ему, он до гроба Одиночеством окружен, Пошли ему, Бог, Второго, Такого, как я и он. Мы продолжали делать поэтические спектакли И поставили спектакль «Павшие живые» О поэтах и писателях, Которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы впервые в этом спектакле Зажгли вечный огонь на сцене Из медной чаши, Которая стоит впереди на авансцене, Вдруг возникает пламя, И в самом начале спектакля Выходит актер и просит зрительный зал Почтить память погибших Минутой молчания. И не было ни разу, Чтобы весь зрительный зал не вставал. И вот горит вечный огонь, И потом только начинается действие. И этот вечный огонь Зажигается всякий раз, Когда уходят умирать поэты, Уходят на смерть По трем дорогам назад, Дороги загораются красным, Горит вечный огонь. В этом спектакле впервые Мы играли по нескольку ролей. У нас такое правило в театре. Не играть человека только похожим внешней. Дело в том, что этих поэтов Не очень многие и помнят. Они погибли, когда им было по двадцати одному, По двадцати лет. И так как существо поэта, Это его стихи, И самое главное, Что он в жизни своей оставил и сделал, Это его поэзия. Поэтому лучше, конечно, Хорошо читать стихи. И тогда возникнет личность поэта, Его образ, Чем просто сделать, Там наклеить нос, Похожий на него, Или там усы, И так далее. И в этом спектакле я, например, Сначала играю роль Михаила Кульчицкого, Который вызвался возглавить поиск разведчиков, И погиб. Похоронен он в братской могиле На сопке сахарная голова. Потом я играю в новелле Диктатор-завоеватель Роль Чаплина, Потом роль Гитлера. И вот, когда этот самый бесноватый Адольф Шикль-Грубер Произносит всякие странные фразы, Ну, например, он любил говаривать, Чем больше я узнаю людей, Тем больше я люблю собак. Например, мне рисует прямо усы на сцене, Челку, и вот мы, значит, играем эту сцену, А по двум боковым дорогам, Которые гаснут и становятся серыми, Спускаются четверо немецких солдат С закатанными рукавами, Бравые и наглые, Какими они шли в начале войны, Как они уходили, это тоже все знают, Но тогда они надеялись на Блиц-крик И были довольно самоуверенные и наглые. И я написал впервые для сцены, А не на магнитофоны, Написал несколько песен в этот спектакль. Одна из песен называется «Солдаты группы «Центр»» И исполняется именно вот этими самыми немцами Во время новеллы «Диктатор-завоеватель». Солдат всегда здоров, Солдат на все готов, И пыль, как из ковров, Мы выбиваем из дорог, И не остановиться, И не сменить ноги, Сияют наши лица, Сверкают запоги, Повышенное равнение, За метром метр, Идут по Украине Солдаты группы «Центр» На первый, второй, рассчитаясь. Первый, второй, первый шаг вперед, И в рай, первый, второй. А каждый второй, тоже герой, В рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. А перед нами все цветет, за нами все горит Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит Веселые, нехмурые, вернемся по домам Невесты белокурые наградой будут нам Все впереди, а ныне за метром метр Идут по Украине солдаты группы центр На первый, второй, рассчитайся Первый, второй, первый шаг вперед и в рай Первый, второй, а каждый второй тоже герой В рай попадет вслед за тобой Первый, второй, первый, второй, первый, второй Ну и как вы понимаете, после того, как я начал писать песни и стихи для своего театра Ко мне стали обращаться и другие коллективы для того, чтобы я написал и для них И вот Московский театр сатиры во главе с плутчиком обратился ко мне, чтобы я написал для спектакля «Последний парад» несколько песен Опять возникла проблема, как это сделать Дело в том, что я не очень люблю, когда другие певцы исполняют мои песни Вернее, просто им не даю, когда они обращаются Совсем не потому, что они делают это хуже Они делают лучше, потому что они учатся петь У них есть вокальные данные, голоса поставлены, за ними оркестр громадный Есть паузы для отдыха, там то девочки станцуют, то жонглёрт покидает чего-нибудь А авторская песня — это совсем другое дело Песня авторская также отличается от эстрадной песни, как, скажем, классический балет от присядки На мой вкус Потому что, вы знаете, я ведь пишу ночью Пишу так, чтобы сосредоточиться Не только от того, что у меня нет днём времени Это естественно, потому что мы и снимаемся, и играем, и репетируем А ещё и потому, чтобы просто никто не мешал Значит, я вот у себя от сна отнимаю время Происходит какое-то таинство, никого нету Что-то такое откуда-то спускается Вот, получается, какие-то строчки Пишу я вместе с музыкой, сначала с ритмом Иногда раньше стихи, иногда раньше музыку, иногда просто ритм И всегда это дело живое Я даже не знаю, какая будет песня Будет ли она смешная или ироничная просто Или будет ли она печальная, или будет трагичная и грустная И поэтому, когда я её сделаю, я начинаю её проверять на аудитории И даже мелодия не установлена до конца И только через 15-20 раз получается, выкристаллизовывается, если можно так сказать, мелодия Потом так, а в зависимости от аудитории, от её настроения Я ведь могу и поменять смысл немного изменить песни Вдруг у меня песня печальная и станет смешной, если я захочу Потому что я её спою в другом ритме А потом, ведь мои слова, чего хочу, то и делаю, могу поменять Понимаете? Поэтому мне кажется, что авторская песня – дело живое И в этом её отличие от эстрадной, которая имеет массу своих достоинств За исключением, пожалуй, в большинстве случаев текстов Потому что, как ни странно, в эстрадной песне довольно мало обращают внимание на тексты То начинают тополиный пух воспевать, который в глаза лезет и в рот, и в нос То там напишут, что провожают пароходы совсем не так, как поезда Действительно, просто удивительно, что не так Ну, а мы, может быть, меньше обращаем внимание на музыку Но, во всяком случае, работаем с текстами более серьёзно Но так как попросил свой брат, драматический актёр, а именно Анатолий Попанов То я ему отказать не мог, я с ним много снимался вместе Я написал несколько текстов, он стал меня просить, чтобы я его учил, как петь Я два дня ходил учить, но потом, смотрю, из этого ничего не выйдет Потому что он совсем другой человек, и мы договорились так Они очень хотели, чтобы мой голос звучал в спектакле И вот мы нашли такой способ Когда приходят моряки из плавания Шесть месяцев без захода в порт, и их встретили друзья И они крепко выпили утром, встали, у всех голова болит Но они решают не похмеляться, а наоборот заниматься спортом Включают радио и говорят, передаём утреннюю гимнастику И начинается Вдох глубокий, руки шире, не спеши Три-четыре, бодрость духа грации и пластика Общеукрепляющие, утром отрезвляющие Если жив пока ещё гимнастика И если вы в своей квартире лягте на пол Три-четыре, выполняйте правильное движение Прочь влияние извне, привыкайте к новизне В долг глубокий доизне, мошенния Очень вырос в целом мире гриппа, вирус Три-четыре, шерица растёт заболевание Если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб Применяйте люди, оп, тирания И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали Не страшны вам Арктика с антарктикой Главный академик Йоффи доказал коньяк и кофе Вам заменит спорта профи Лактика Разговаривать не надо Приседайте до упада Да не будьте мрачными и хмурыми Если очень вам не имётся Обтирайтесь, чем придётся Водными займитесь, браться Дурами не страшны Дурные вести Мы в ответ бежим на месте Выигрыш, этажа начинающий Красота Среди бегущих Первых нет и отстающих Бег на месте Общепримиряющий Спасибо Значит, ну если так спортивно подготовлена аудитория Я спою ещё несколько шуточных спортивных песен У меня много их было Я даже сейчас не помню Я попытался был написать их штук 49 Как в спорт лото Но потом ни разу не выигравши бросил это занятие Вот Были такие песни, например, про футбол Ну что ж, пиле, как пиле Объясняю Зиней я Ест пиле крем-брюле Вместе с жерзиньей Или потом Мяч затаился в стриженной траве Секунда паузы на поле и в эфире Они играют по системе дубльве А нам плевать У нас 4-2-4 Или, предположим, на уход Яшина У меня была песня, которую я даже хотел ему спеть по телевидению Но не удалось, я просто так ему послал Да, сегодня я в ударе не иначе Надрываются в восторге москвичи А я спокойно прерываю передачи И вытаскиваю мертвые мечи Вот судья противнику пенальти назначает Репортеры тучи кишат у тех ворот Лишь один упрямо за моей спиной скучает Он сегодня славно отдохнет Извиняюсь, вот мне бьют головой Я касаюсь, подают угловой Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом Размочить он может счет нулевой Мяч в моих руках с ума трибуны сходят Хоть десятый его ловко завернул У меня давно такие не проходят Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул Обернулся, слышу голос из-за фотокамер Извини, но ты мне, парень, снимок запорол Что тебе? Ну лишний раз потрогать мяч руками Ну а я бы снял красивый гол Я хотел его послать, не пришлось Еле-еле мяч достать удалось Но едва успел привстать, слышу снова Ну вот опять, что хватаешь мяч? Все бы ловить тебе хватать, не дал снять Я, товарищ дорогой, все понимаю Но культурно вас прошу, пойдите прочь Да, вам лучше, если хуже я играю Но поверьте, я не в силах вам помочь Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом Репортер бормочет, слушай, дай ему забить Попрошу-ка потихонечку партнеров Чтоб они ему разбили аппарат Но он все ноет, это ж, друг, бесчеловечно Ты, конечно, можешь взять, но только извини Это лишь момент, а фотография навечно А ну не шевелись, потяни Пятый номер 22 знаменит Не пишет она едва семенит В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня Залетает и нахально лежит В этом тайме мы играли против ветра Так что я не мог поделать ничего Снимок дома у меня два на три метра Как свидетельство позора моего Проклинаю миг, когда фотографу потравил Ведь теперь я думаю, когда беру мечи Сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий Стыд меня терзает, хоть кричи И искуситель, змей, палач, как мне жить Так и тянет каждый мяч пропустить Я весь матч борюсь с собой Видно, жребий мой такой Так спокойно подают угловой Ну, сейчас время вернуться к нам в театр Потому что мы дорвались, наконец, лет 8 тому назад До постановки драматической поэмы Сергея Есенина Пугачёв Вообще, я вам должен сказать, что дело-то было трудное Потому что её уже собирались ставить И не кто-нибудь иной Амир Хольд И не когда-нибудь, а когда был жив Есенин Ну, и вы понимаете, что у них им и карты в руки Но оказалось, что Есенин, несмотря на то, что он поэт-лирик Его всегда рисуют в окружении, значит, берёзок Вот, и такое впечатление, что он был такой милый А он был не только милый поэт-лирик Он ещё был человек упрямый Он, например, говорил, что он не даст вымороть ни одного слова из своей поэмы Амир Хольд хотел сделать какие-то купюры Ну, и, в общем, короче говоря, они скандальны, расплевались Наконец, Есенин забрал свою поэму и ушёл А мы очень бережно отнеслись к тексту Есенина Ничего не убрали, а, наоборот, даже добавили И у нас, да, у нас в спектакле есть интермедии Написанные одним из последних магикан Прекраснейшим человеком и великим драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом Который уже, к сожалению, не живёт Который дружил с Есениным очень близко И вообще из того времени человек, который дожил вот-вот до наших дней Вы знаете, он написал несколько пьес Я почему про него говорю? Он на меня оказал громадное влияние и очень помогал мне, когда я начинал И когда говорили, что вот, значит, я не могу того играть или того Он говорил, может А так как ему очень верили в нашем театре, то вот так и повезло Он написал пьесы «Мандат», в которой сделал свою карьеру Раст Павлович Гарин И вообще есть такой смешной тут факт, что Гарин раньше до этой пьесы никогда не разговаривал, как теперь Это просто Николай Робертович Эрдман, когда читал пьесу, он так, он вообще так в жизни говорил «Маман, когда придут красные, вы эту картину переверните, там Карл Макс» Вот, это из мандата реплика И Раст Павлович Гарин на всю жизнь стал разговаривать вот в этой характерности Эрдман написал несколько интермедий И вообще это был один из самых прекрасных спектаклей нашего театра И на этом спектакле, как ни на каком другом, видно вот что Поэтический театр, это совсем не обязательно театр, в котором делаются пьесы на поэзии и на стихах А просто все элементы поэзии, или многие из них, присутствуют на сцене И не только в виде оформления, а в виде режиссерского, что ли, воплощения Там есть и символика, и метафора, и образность в этих вот спектаклях Вот раскрывается занавес Пугачёве Стоит помост с грубо струганных досок Он опускается метров с четырёх до авансцены Стоит плаха, в неё воткнуты два топора Мы по пояс голые, несколько человек, 15 человек босиком В мешковине, подвязанной верёвками с топорами в руках Играем вот этих пугачёвцев, участников пугачёвского бунта И весь этот клубок тел полуголых катится к плахе Потому что вот в этом уже есть символ, как всё восстание, кровавое Этот кровавый бунт, чем дальше, тем больше скатывался Катился к смерти, к концу, к плахе Вот, ещё что, там есть цепь Вообще это очень нервное ощущение, когда металл рядом с телом, с голым У нас с правой стороны и с левой висят две виселицы На которые вздёргивается одежда Дворянская, когда восставшие одерживают вверх И крестьянская, когда восставшие терпят поражение Очень часто бьёт набат На станке сзади стоят в чёрных платьях плакальщицы Которые поют замечательные тексты Мы нашли их из 18 века, настоящие тексты А музыку на них написал композитор Буцко И вот такое вот совмещение текстов реальных На которые были написаны специальные музыки раньше И современного композитора тоже дало такое ощущение Что хорошо, это, ладно, это прежние века, но очень современно И тексты были, ну, невероятно красивые Там, чем-то наша славная земельушка распахана Да чем-то наша славная Вопрос непростый, не смекнём Зачем помосты, что наём Кузьма, Андрей, а что Максим Давай скорей сообразим И их на троих А ну их на троих На троих так на троих И вот эти тексты это я написал для них Вот, так что Вообще я хочу вам сказать, что У нас в театре очень многие Делают это, пишут что-то Или придумывают для наших спектаклей Поэтому в нашем театре Как ни в каком, может быть, другом коллективе Ну, знаете, чем больше вложено В любимую женщину, в ребёнка, в дело Тем это становится дороже всегда, да Хочется отдачи И так как мы не только на самой низшей ступеньке Театрального искусства находимся Актёр, потом режиссёр, потом драматург Потом начальство, потом Господь-Бог А мы, значит, там где-то внизу Пойди направо, налево и вот Так как мы много придумываем и приносим И пишем и стихи, и музыку, и даже инсценировки То поэтому у нас какая-то другая даже атмосфера В нашем театре Я хочу завершить рассказ о театре вот чем Опять в подтверждении мысли о том Что поэтический театр Может быть сделан и на прозе Это был наш спектакль О зоре здесь тихие В котором, правда, было очень много музыки И вот я вам хотел сказать Вы знаете, по повести Васильева Было сделано кино Кино это довольно удачное Зритель его любил Но ведь дело в том, что смерть вот этих девушек Всегда жалко, верно? А вот погибают молодые девушки Во время войны В неравном бою с противником Человек тем и отличается от животного Что он может сопереживать и сочувствовать Поэтому все в зрительном зале и всхлипывают Но это не поднимается в фильме Дальше частного случая Очень печального, трагичного, но частного случая Таких случаев было много А вот в театре в нашем В котором абсолютно в условных декорациях Сначала грузовик стоит на сцене Камуфлированный, как в начале войны Такими коричневато-зелеными пятнами Под лес Потом его на тросах Вздергивают наверх И эти тросы, вот эти вот щиты Начинают качаться Его разбирают грузовик И становятся доски Они так покачиваются в свету Птицы щепечут И вот это дерево Которое было камуфлировано под лес Замаскировано Становится настоящим лесом И умирают наши девушки на этих щитах У каждой есть свой щит Раздается выстрел Вращается щит вместе с ней И звучит песня там Ну какая-то ее песня Потом она уходит Щит продолжает вертеться Наглядно видно, что уже нету человека И звучит хорал И вот тогда это поднимается действительно до уровня Высокой трагедии Я много раз смотрел наш спектакль И воздействие удивительное Сколько бы раз ты не смотрел Вот так вот хватает за горло И даже дышать невозможно Мне кажется, что это замечательная режиссура Великая режиссура Дает вот такой вот эффект Когда это поднимается до уровня Вот как были греческие трагедии Верно? Так и назывались греческие трагедии Треугольный конвертик Значит, теперь в кино В кино я начал работать тогда же, когда и в театре Довольно много уже снимался в кино И очень часто, приглашая меня сниматься Мне предлагали, чтобы я пел там что-нибудь Я соглашался и пел раньше и чужие песенки И сам себе писал Но в основном всегда это были такие вставные номера Такого типа, что А, вот тут, кстати, случайно гитара Ну-ка дай что-нибудь я спою Вот беру, значит, играю Напеваю какие-то куплеты И так далее Вот, а потом, как говорится, время переменилось И стали просить меня уже писать песни Которые имели самостоятельную свою ценность в кино Вот И первый фильм, в котором я писал свои песни Это был фильм, я родом из детства Режиссера Виктора Турова Моего близкого друга, который сам Весь родом из детства Потому что, когда ему было 8 лет На его глазах расстреляли отца Потом их с матерью угнали в Германию Потом он возвращался полгода, потеряв мать Когда их освободили американцы там, в Германии Возвращался полгода один по европейским дорогам И пришел домой в Могилев Мальчишкой десятилетиями Так что он снимал фильмы действительно взрослыми Но в то же время детскими еще глазами Ну и я играл в этом фильме роль капитана-танкиста Который горел в танке И вернулся седой человек 30 лет из госпиталя И вот я там беру гитару Если вы помните песни из этого фильма Они вошли в пластинку Там была такая песня Мне этот бой не забыть нипочем Смертью пропитан воздух А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды Он снова упала И я загадал Выйти живым из боя Так свою жизнь я поспешно связал С глупой звездою Так свою жизнь я поспешно связал С глупой звездою Нам говорили Нужна высота И не жалеть патроны Вон покатилась вторая звезда Вам на погоны Вон покатилась вторая звезда Вам на погоны И так далее Потом Это моим голосом песня звучала Потом вдруг с пластинки Когда мы сидим с Ниной Ургант Начинает звучать песня Которая имеется в виду Что звучала еще до войны Значит я писал стилизации На довоенные вальсы В холода В холода От насиженных мест Нас другие зовут Города Будь то Минск Будь то Брест В холода В холода А потом вдруг инвалид на рынке Моим голосом поет песню Всего лишь час Дают на арт обстрел Всего лишь час Пехоте передышки Всего лишь час До самых главных дел Кому до ордена Ну а кому до вышки Всего лишь час До самых главных дел Кому до ордена Ну а кому до вышки За этот час Не пишем Ни строки Мы с богом войны Артиллеристам Ведь мы ж не просто так Мы штрафники Нам не писать Считайте коммунистам Ведь мы ж не просто так Мы штрафники Нам не писать Считайте коммунистам Считает враг Морально мы слабы За ним и лес И города сожжены Вы лучше лес Рубите на гробы Прорыв идут Штрафные батальоны Вы лучше лес Рубите на гробы Прорыв идут Штрафные батальоны А потом в самом конце фильма Когда к стене Которая вся выщерблена Пулями и снарядами Подходят женщины С высохшими глазами Выплаканными И кладут цветы На могилу погибших Мы сделали песню С голосом Марка Бернеса То есть он пел мою песню Я с ним дружил В конце его жизни Это был действительно удивительный человек Который правда ценил По-настоящему Авторскую песню И это производило Удивительный эффект Потому что мы например Получили письмо Одной женщины Она потеряла память Когда на ее глазах Повесили двух сыновей И она посмотрела это кино В больнице И написала нам письмо Что она вспомнила Где это случилось С ее детьми Вы мне вернули память Она написала И Бернесу было письмо И на студию на Минскую Мы построили эту декорацию Этого не было Но вот такое было на нее воздействие Вот этих вот Слов Бесхитростной Совсем мелодии И конечно Голоса Бернеса Который весь из тех времен И еще изображение И видимо Ей что-то в ней всколыхнуло И ей показалось Что она вспомнила Так что видите Что может делать песня Которая Очень точно Нашла свое место В картине В кино Как она может действовать На братских могилах Не ставят крестов И вдовы на них не рыдают К ним кто-то приносит Букеты цветов И вечный огонь Зажигают Здесь раньше вставала Земля на дыбы А нынче Гранитные плиты Здесь нет ни одной Персональной судьбы Все судьбы В единою Слиты А в вечном огне Видишь Взлыхнувший танк Горящие русские хаты Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг Горящее сердце солдата У братских могил Нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого легче? На братских могилах Не ставят крестов Но разве от этого легче? Еще несколько слов о кино Недавно я написал Несколько песен В фильм «Бегство мистера МакКинли» Но, к сожалению, то, что вы увидите на экране Ничего общего не имеет с тем, что было в самом начале Из-за того, что я пишу песни Которые могут существовать отдельно от фильма Иногда случается так Что они не монтируются с фильмом Я написал 9 баллад Написано вот такими буквами, что я их пою Люди, которые любят, идут смотреть фильм И разочаровываются Потому что я как черт из бутылки в начале И потом так же в конце Через 2,5 часа Я был очень этим делом расстроен Сказал, что совсем не буду писать ничего для кино И все-таки, как говорится, мы рабы своих привычек И человек, который уже вступил на этот путь Написания стихов и музыки для песен и кино Он с него же сойти не может И у меня опять недавно была Большая, ну как вам сказать, потеря Я написал 6 баллад для фильма «Робин Гуд» И когда посмотрели фильм Правда, мне-то сказали, что фильм хуже, чем баллады Поэтому баллады надо убрать Потому что фильм-то не уберешь Вот Ну и, к сожалению Нет, ну это так лестно все слушать Но очень печально Я очень много вложил в эти баллады Потому что мне хотелось сделать Отдать дань своим юношеским впечатлениям Мы видели и Ролл Флина Американский актер, который играл Робин Гуда Скакал на коне Одной стрелой 10 пронзит И, значит, попадает он там В чужую стрелу И вообще удивительный совершенно был Прекрасный артист Но мы уже это видели А мы сделать хотели кино немножко другое Что все-таки это, да, стреляют Но ведь это смерти И кровь льется И не от хорошей жизни Они в лесу скрывали все эти вольные стрелки И я написал несколько песен Если вы хотите, я одну из них вам покажу Называется она «Баллада о погибших лебедях» Это после сцены Когда выходят только что 10 лет не видевшиеся Два влюбленных Один после крестового похода Встречает девушку в церкви И только что их обвенчали Они вышли, а их сверху застрелил Значит, оскорбленный рыцарь И они лежат с двумя стрелами в груди И звучит вот такая песня Трубят рога скорей-скорей И копошится свита Душа у ловчих без затей И жил в олове их свита Ну и забава у людей Убить двух белых лебедей И стрелы ввысь помчались У лучников наметан глаз А эти лебеди как раз Сегодня повстречались Она жила под солнцем там Где синих звезд без счета Куда под силу лебедям Высокого полета Вспари и два крыла раскинь В густую трепетную синь Пари по божьим склонам В такую ввысь, куда и впредь Возможно будет долететь Лишь ангелам и стоном Но он и там ее настиг И счастлив миг единой Но только был тот яркий миг Их песней лебединой Крылатым ангелам сродни К земле направились они Опасная повадка Из-за кустов, как из-за стен Следят охотники за тем Чтоб счастье было кратко Вот отирают пот за лба Виновники падения Сбылась последняя мольба Остановись мгновенье Так пелся этот яркий стих В пик лебединой песни их Счастливцев одночасья Они упали вниз вдвоем Так и оставшись на седьмом На высшем небе счастья Это был опыт написания Лирических песен Я их почти никогда не писал И вот в этом фильме они были Но я думаю, что они не пропадут Я сделаю обязательно пластинку Обязательно выпущу их Они будут звучать И вы их услышите Ну что же Ну все-таки я надеюсь Дальше работать в кино Сейчас я снимаюсь В фильме о рабе Петра Великого Ну и так как уже грешно Если я снимаюсь Не использовать меня Как человека Который пишет песни То и здесь Мне предложили написать Две баллады Для более полного Что ли Ну Раскрытия вот этого Самого человека Которого я играю Сценарий этот Написали Замечательные драматурги Фриты Дунский Я работал по их сценарию В фильме Служили два товарища Они много написали Красную площадь Ну вы много Жили-были старик со старухой Они знаменитые наши сценаристы И они по мотивам Пушкина Написали Вместе с режиссером Митта Такой есть Который снимал Гори-гори моя звезда Вы знаете Точка-точка запятая Недавно Москва Любовь моя Но он считает Что этот фильм Не совсем удачный его А на этот фильм Он очень надеется И в этом фильме Я играю роль Именно араба Петра Великого Ибрагима Прадеда Пушкина Там меня красят Иногда видно Что я черная Иногда нет Цвет все съедает Но должен вам сказать Ну это уже так просто Курьезный случай Что самое неприятное Во время съемок И на морозе Мы там раздеты И что угодно Но все можно перетерпеть Но вот в этой черной Ваксе сниматься Это мука Потому что она смывается Очень трудно Ее невозможно Потом ее и губкой трешь И лицо до крови почти Но вот скоро уже кончится И я думаю Что скоро вы увидите фильм И услышите Там я буду петь Одну песню Разбойничью Может быть я буду петь Может быть Золотухин Который вместе со мной снимается И играет моего слугу Мы с ним и в театре Вместе работаем И всегда вместе поем И мои песни Когда снимаемся вместе И работаем в кино Так как я много работал в кино И много писал для кино И снимался в кино И значит Как вам сказать В общем песня мне всегда помогала А не мешала Никогда Пока я снимался То значит кино меня тоже Натолкнуло на одну такую песню Есть много очень смешных Курьезных случаев Во время съемок И рассказывают всякие Например Есть такой случай Один актер Американский Звать его Шон О'Коннери Он знаменит тем Что он играл Джеймса Бонда Сверх супершпиона Агента 007 Написал эти романы Ян Флеминг Там у них И они сняли по-моему Штук 12 картин По этим сценариям И он необыкновенно известный человек На западе Его знают все буквально Он такой суперменный Кранец стреляет Соблазняет Ну все делает Одним словом Он Но в жизни он такой Респектабельный господин Довольно уже Лысоватый Седоватый Полноватый Вот И он к нам приехал Сниматься в картину Которая называется Красная палатка Значит он нервничал Когда ехал Думал что его тут разорвут Совсем просто абсолютно Значит такой он знаменитый Известный А у нас-то этих фильмов Никто не видел Его и не знает никто Так ходит какой-то человек И бог с ним И он две недели отдохнул Подышал полной грудью Так был счастлив А потом скучно ему стало Он не привык к такому Он там попросил даже Какой-то вечер сделать Вечеринку Пришли люди Он всячески их пытался Развлекать Там И говорил По-американски Но никто ничего не понимал Напитки-то все выпили Которые он значит Там выставил на стол Там всякие иностранные И ушли Но он посмотрел Все выпито Стол разрушенный И он правда говорит Да, действительно Таинственная страна Так он не понял Что в чем дело Ну и я решил написать По этому поводу Шуточную песню О кино Я ее исполняю Обычно Тогда, когда меня Киношники Просят выступить Вместе с ними Во время Там праздников Кино Как шутку В одном Так Себя от надоевшей Славы спрятан В одном из их Соединенных штатов В глуши И в дебрях Чуждых нам систем Жил-был известный Больше чем Иуда Живое порождение Голливуда Артист Джеймс Бонн Шпион Агент 07 Был этот самый парень Звезда Ни дать не взять Настолько популярен Что страшно Рассказать Да шуточное дело Почти Полубог Известный всем Марчелло В сравнении С ним щенок Он на своей На загородне Вилли Скрывался Чтоб его Не подловили И умирал От скуки И тоски А то Повало Встретить У квартиры Наброситься И рвут На сувениры Последние Штаны И пинтышаки Вот так И жил Как в клетке Ну а в кино Потел Различные Разведки Прям дурачил Как хотел То ходит Чьей-то шкуре То в пепельнице Спит А то На апожуре Прям Кого-нибудь Соблазнит И вот Артиста Этого Джеймс Бонда Товарищи Из Воза Фильмофонда Совместную Картину К нам Зовут Чтоб Граждане Его Не узнавали Товарищи ходу вдруг кто это шасть на газике к агенту он киноленту вместо документу что мол свои мол хаву дуюду огромная колонна стоит сама в себе но встречает чемпиона по стендовой стрельбе попал во все что было он выстрелил с руки по нем ну все с ума сходило и даже мужики довольны что его не узнавали он одеяло снял в национале но несмотря на личность и акцент его там обозвали оборванцем который притворялся иностранцем еще заявлял что дискать он агент швейцар его за ворот тут решил открыться он говорит 0 7 я вам межгород так надо взять талон во рту скопилась пена и горькая слюна и пози супермена он уселся у окна но водки на шестерки прибежали и нет разумения замяли и разменяли фунты на рубли уборщица ворчала вот же пройда подумаешь агентишка какой-то у нас в девятом принц из сомали сейчас я дорогие мои зрители прекрасные как всегда потому что для вас и работаем я ведь на бис никогда не пою кроме всего прочего это знаете почему я не пою потому что это обман все знают сколько они спают просто уходят раньше времени а потом появляются чтобы вы сказали он какой он милый симпатичный мы его просили он остался я никогда не недовыполняю планы я всегда перевыполняю только или норму поэтому я все закончил для вас все что я вам рассказал всю мою лекцию тему она неисчерпаемые про нее можно разговаривать очень много и много раз и по-разному поэтому я еще наверное к вам приеду спасибо вам здесь вам не равнина здесь климат иной идут лавина от назад но и и здесь за камнепаном ревет камнепад и можно свернуть обрыв обогнуть но мы выбираем трудный путь опасный как военная тропа